Мы считаем одно полезное, а есть другие люди, которые считают другое полезное для картины. И также еще скажут, что мы, как сейчас модное слово, маркобейцы, и там, средневековье. Ну, они же так искренне считают. Они думают, что мы куда-то хотим за страну. В общем, грубо говоря, сами какое-то некачественное потребляемое, всех хотим за страну. Ну, это же как бы этот абсурд, который меня никак не оскорбляет, не обижает. Но, тем не менее, есть и эти люди, и они стоят даже чаще у руководящих должностей. И, по большому счету, они руководят, как видят и как понимают себя. А когда мы спрашиваем, когда все изменится? Ну, изменится только тогда, когда на местах будут сидеть люди, которые любят свое отечество. Во-первых, они называют его отечеством, как минимум. То есть, в этом слове есть любовь к тем, кто жил до тебя, и ты предполагаешь, что будут жить твои дети дальше, после тебя. А не место, где ты родился, и дальше ты думаешь, куда ты будешь двигаться своими направлениями. Когда на руководящих должностях будут люди сидеть, которые любят эту страну, любят свое отечество, любят и хотят, и желают ему процветания. Именно не как он это видит, а как это народ хочет, куда они, куда было бы им вместе. То есть, в этом есть сразу, как народ объединяется. Это все же очень просто, лакмус очень простой. Фильм объединяет людей, или наоборот, вносит раздор дополнительный, когда уж и так уж. Вызывает желание сказать добрые слова или нет, или в очередной раз ты пошел и ворчишь, и все плохо. Простые лакмусовые бумаги, очень простые. Это первоочередная сейчас задача, научиться нам всем делать что-то такое, чтобы заставляло людей на фоне вот этих разных мнений, а все равно уметь договариваться. Это же здорово, что мы все разными мнениями, даже иногда даже радикально разных мнений. Но когда ты разговариваешь с нормальным человеком, ты видишь, что в глазах он тебя не ненавидит. Просто в раз разное мнение. Он пытается тебя переубедить, потому что он тебя любит, балбес. И ты его любишь. Ты же хороший парень, но по-другому думает. И вы ищете эти, и найдете, и я уверен, что мы найдем этот момент, когда мы договоримся. Но когда в глазах ненависть, уже не важно какого-то мнения. Ну все. Он тебе не ненавидит, он желает тебе практически смерти. А не пытается тебя переубедить. И вот такие люди есть. И, конечно же, их очень много, но есть они на этих руководящих должностях. Поэтому все очень плохо. В моем понимании это так. Возможно, я ошибаюсь, и у меня в голове мусор, и опилки, и я Винни-Пух. Но я так вижу себя ситуацию.